привет привет ребят привет мои хорошие у меня уже день начался и начался он далеко не дома смотрите смотрите сколько времени ребят надо сделать ксерокопия опять же сборка этих документов времени уходит на это много но это сделать просто необходимо вот вот эта контора работает с 8 надо чуть-чуть подождать сейчас сейчас нахожусь уже в самом центре города надо сделать эти ксерокопии отвезти иришки в больницу ну там необходимы эти документы нашли опал ребят ксерокопии теперь теперь опять до иришки это надо будет перевод в карточку или давать доктором короче толком сам не знаю сейчас разбираемся ух ребят уже уже в больнице сейчас увидимся с иришкой вы я все это очень надурились ксерокопиями как бы не велика разница наождение 1 очень обидно чувствую себя откровенным лохом 5 рублей стоит ксерокопия то есть две бумажки по два экземпляра то есть получается 8 штук по 5 рублей 40 рублей 50 рублей с вас и значит что там задумался потом вот ахир с ним а потом где-то может она посчитала теперь что две стороны две стороны а как по-другому не я считаю ноты раз два три четыре ну и два штуки таких восемь штук по 5 рублей 40 рублей ну а взяли 50 там сам хозяин дядька был так конечно ты же знаешь как элементарная репетика я там еще попалил но блин думаю и за 10 рублей потому то какого хера надо было сказать а настроение это обосрано но уже пускай жорка не трогай кота я те там курат кота ешь жора вот так получить джо уж получить ой ребят ребят я уже дома но дело в том что надо было быстро сделать эти ксерокопии и соответственно козы были покормлены куры все но они к сожалению не подоины сейчас займемся этой процедурой та которая происходит каждый день но далеко не каждый день показываем ну чтобы вы понимали что работать трудиться и прикладывать какие-то усилия в личном подворье приходится каждый день и если мы чего-либо не показан это не значит что этого не происходит блин погода испортилась купаться уже не камильфо пасмурно видите какие жучки и так понимаю это мальки комаров не плавают тычинки такие но они не успеют вылупиться и на это надеюсь потому что уже белые мухи полетят снег холод мороз так ребята в пятерку это не наша та которая в центре кулачу купить на лазанье тесто сырой на созвоне на телефоне она сказала такое бывает где она где-то 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 наверно в макаронах потому что на сухое долго хранящиеся сейчас попытаемся найти ребят ребят уже в магните вот она для лазань из твердых сортов пшеницы 100 рублей пятерки мы так этого не нашли даже спрашивали у продавцов но вы они такого просто не знаю так так ребят я теперь уже дома и приступаем готовки той самой пресловутой лазаньи на которую меня научила иришка номер как или рассказала по проконсультировала по телефону поехали так ребят вот что в итоге было приобретено два жирных помидора большая луковица голову взрослого котенка так морковка это все на пережарку будет тесто тесто я уже вроде показывал для лазани такие квадратные лоскуты сухие как макароны на манер дальше фарш по скидке но он уже такой скоро испортится до 4 0 9 сегодня второе два дня осталось но мы еще успеваем его употребить в пищу томатная паста и да да ребят еще нам понадобится свежеприготовленный сыр домашнего приготовления но это это необязательное условие можно обойтись и покупным но мы же как можем позволить домашний и так и так ребят для начала это такое как глазами не самая настоящая упрощенный вариант специально показу возможно кому-то будет интересно как легко просто быстро и очень вкусно приготовить сие шикарное блюдо для начала надо сделать обыкновенную пережалку то есть мы шинкуем лук шинкуем как на терку морковку это все пережарим ну а дальше по ходу пьесы принципе все показываем следите за нашим видео и увидите очаровательный результат в следующий раз Так ребят, так и раз там подразумевается мясо, будем туда ложить и обжаривать фарш, необходим чеснок, мясо без чеснока, это мясо на ветер. Вот такой, вот такой у нас чеснок ребят, домолепный, настоящий, Зику спасибо за такое угощение, сейчас оно как бы придётся как нельзя в пору. Ребят, ребят, весь чеснок, всю головку почистил и вдавливаем это всё в нашу пережарку. Аромат чем-то похож на жареную курочку ребят, только лучше. Да не, мне вроде нормально, хоть и сроки подходят, но огонь. О, японский бог, вот это лешка схватили. Процесс, процесс идёт ребят, но дело в том, что готовится всё по предварительной ранней консультации телефона, по телефону и могу что-то в корне перепутать и получится может какая-то абракадабра, но искренне буду стараться и что-то обязательно получится. Просто я сейчас смотрю, картинка какая-то не очень радостная, но что-то всё равно получается. Аромат во всяком случае будоражит сознание, вызывает аппетит, в принципе, что нам ещё надо. Ребят, поджарил, поджарил пока вот эта краснота мяса ушла, ну чтобы вид такой поджаристый типа того был. Накрываем крышкой и томим, томим ещё порядка, порядка пяти минут. Пока, пока томится эта вся ситуация, нам надо обшпарить пару жирных помидор и снять с них кожицу. Это нам в дальнейшем очень сильно пригодится. Томатная, томатная паста один к двум, примерно водички больше томатной пасты и меньше. Сейчас с пошинкованными помидорами, эта вся консистенция добавится туда. Типа как настоящий томат с кусочками настоящих плодов помидора, ну вот типа того. Не знаю, что получится, но сказали надо поливать, поливать, поливать и они будут потом хорошо, элегантно чиститься. Опа, хер там они будут чиститься, похоже. Это не из этих. Помидоры, похоже, такие недоспевшие, кожура не шелушится, крепко держится на теле помидора. Оп, оп, пошел, ребят. Неожиданно и приятно, а такой прям держался на вид. Только надрезал, главное краешек зачепыть и пошла вода в хату. Офигенно. Как персик. Такую красоту, такую красоту и так испоганит, ребят. Ну как бы некрасиво смотрится, но там оно будет в тему и очень гармонично. Офигенно, чем-то напоминает мне даже фарш, помидор. Ну как-то так. Давай желаю. Так, ребят, это у нас уже потомилось, это у нас уже поджарилось. Соль, перец по вкусу. И можно добавлять непосредственно тесто. Вот такое, ребят, тесто для лазаней. По консистенции похоже на макарон, ну так вот тверденько. Его надо... Ладно, пойдет. Ломать. Было сказано на две части, но у меня на больше частей. Возможно, потому что одна рука. И вот так вот втыкаем гармонично в мясо. Ну гармонии может быть у меня немного, но я стараюсь. Чтобы просто куски сильно большие теста не попадались. Вот это надо. Еще одну. Раз. Вот так, вот так у меня получилось. Ребят, не знаю, насколько правильно, но... Действую согласно инструкции словесной. Не просто, наверное, как-то, но... Что-то из этого, я надеюсь, получится. Сейчас добавляем разбавленную томатную пасту с водой. Наши чудо-помидорчики. И дадим этому потомиться, как раз тесто приобретет свою нужную консистенцию. Мягкую, ну грубо говоря, как вареные макароны. Это если я правильно понял. Газ добавляем побольше, чтобы это побыстрее забулькатило. И, соответственно, накрываем это все крышкой для характерного томления. Сыр, сыр чуть-чуть не спрессовался, ребят, еще, но это, я надеюсь, не сильно значимо. Вкус сыра присутствовать будет по-любому. Прямо на крупные кусочки, брусочки. Он еще теплый, сыр даже не остыл. Свежак, хера. Все, все, ребят, бульбушки уже схватываются. Можно добавлять сыр. То есть, вот эти тесто, которое еще не готово, но это все доготовится вместе с добавленным сыром. То есть, берем наши кусочки сыра и втыкиваем их в разные места нашего блюда. Соответственно. Вот так. Вот так у меня получилось. Мусырок чуть рассыпается. Накрываем и даем минут пять минимум потомиться. В принципе, до того состояния, пока тесто станет мягким и легко усвояемым организмом для организма. Так, ребят, прошло непродолжительное время. Еще было добавлено немного перца. Аромат шикарный. Подливка густая. В принципе, можно вот так вот подковыривать, ребят. И накладывать. Ну, грубо говоря, кому сколько надо. Сейчас я наложу, попробую. И, соответственно, поделюсь своими ощущениями. Я вот этим придумал накладывать, ребят. Возможно, я не прав. Зато я как черпанул, так... Так черпанул. Так, ребят, так, ну а что, сейчас попробуем. Ни разу такого не ел. Можно сказать, лишение моего дегустационного девственности, такой в плане лазаньи. Горячее. Тесто чуть-чуть жестковато, но оно, по идее, таким и должно быть. Ох, класс. Мясце, сырок. Кайф, кайф, очень вкусно, ребят. Если честно, сам удивлен, но думал, получится гораздо хуже. Словно по моим вкусовым рецепторам маленькие дельфинчики поскакали, поплыли. Периодически выскакиваяся и плашмя шлепаясь на вкусовой рецептор, передавая всю эмоцию, всю гамму вот этих вкусовых ощущений. Класс. Я, в принципе, доволен. Ну, советую повторить, ребятки. Быстро, просто, качественно. Единственное, что вот это тесто, если оно продается у вас вообще. Фух, так, тут темно, сейчас перестану. Ну, ну а на этом, ребятки, все. Всем пока, добра, хорошего настроения. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Напоследок хотелось бы сказать, что сейчас катастрофически не хватает времени. Постоянно надо делать какие-то ксерокопии, какие-то документы куда-то отвезти, кому-то что-то отдать. Целый день на ногах, на колесах вот это движение. Времени практически не остается. И вот то корявое видео, которое вы получаете в конечном итоге, это результат моих вот этих непонятных действий. В спешке скомканно, ну, как говорится, что могу. Надеюсь, скоро это станет в привычное русло. Ну, моя жизнь, наша жизнь. И будем показывать все, как прежде. Качественно, объемно, функционально, насыщенно, ну, как положено. Сейчас сам поем, ну, и впоследствии отвезу миску. Вот этой еды, Иришки, должна же она тоже попорчивать, порадовать надо. Ну, как говорится, все как положено. Ребятки, ребятки, не забывайте подписываться, оставаться с нами, делиться нашим видео, лайкайте, дизлайкайте, комментируйте. Просто будьте с нами и помните, что мы вас любим, скучаем, ждем. Ждем на следующем видео, обязательно приходите, смотрите. Ой, вы лучшие, ребят. Пока. Готовка хрустит, хрустит. Чего там? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok